Надя станет петшей птицей, Казачка Надя, пой, родная, пой! Эвену Надоно! Вместе этот день проведем, И рассвет мы встретим с тобой, На одной волне я и ты, 100,7 FM наш пароль. Между нами тянется нить, Нас не разлучить никому, Места встречи не изменить, Станция FM на Дону, 100,7. Большой информационный час. Да, давай ты начинай. А чё? Физкульт-привет, дорогие друзья! Сегодня наша программа целиком и полностью посвящена, Конечно же, нашему любимому хоккею, И повод у нас для этого есть. Я думаю, сейчас можно представить всех наших сегодняшних гостей, Потому что в студии у нас их очень много. С удовольствием представляю наших гостей. Это главный тренер хоккейного клуба «Ростов» Григорий Пантелеев, А также игроки Андрей Леонов, Сергей Чистяков и Василий Микинин. Добрый день, ребят! Добрый день! После анонса радиоэфира болельщики клуба задали нам вопрос, Почему мы назвали, что хоккейный клуб «Ростов» — это открытие года? Ну, хотим напомнить о том, что впервые клуб наш стал чемпионом, обладателем... Обладателем Кубкой Федерации в этом году стали со второй попытки, Как говорится, взяли штурмом. Григорий Владимирович, не обидно, что... Со второй попытки. Почему в первом сезоне розыгрыш Кубкова? Чего не хватило вам? Ну, если я буду объяснять, почему в первом не хватило, В первый раз не хватило, но это долгое время займет. Да, должны были. И все для этого было. И здоровье, и желание. Но были кое-какие нюансы, моменты. У нас внутри коллектива, которые не позволили нам выиграть Кубок в первый раз. А не обидно о том, что о хоккейном клубе «Ростов» говорят мало? После весеннего Лиги чемпионов, когда футбольный клуб «Ростов» выиграл, О Ростове заговорили, о, это столица футбола и гандбола. А про хоккей молчат. То есть вам хотелось бы, чтобы о вас так же громко говорили? Ну, конечно, хотелось бы. А что для этого надо делать? Многие болельщики считают, что почему мы не выступаем в национальной лиге? Это нужны какие-то победы или деньги? Ну, наверное, не национальная лига. Национальная хоккейная лига, да? А, ну, тогда если мы сейчас возьмем и примем американское гражданство все вместе с КОПом, тогда будет национальная лига. Нет, у нас три основных лиги. Это КХЛ, континентальная хоккейная лига, ВХЛ, высшая хоккейная лига, чемпионат. И наше, то есть первенство высшей хоккейной лиги. То есть это три основных взрослых лиги, где играют в хоккей на самом высоком уровне. Но все упирается только в одно, это финансы. Будут позволять нам финансы, будет у нас свой стадион на определенное количество мест, то тогда мы можем играть и в КХЛ, и в чемпионате ВХЛ, тоже в зависимости по ситуации, как сложится. А интерес к хоккею среди маленьких любителей хоккея возрос? Насколько у вас в школу ходят? Ну, знаете, я точно не могу вам ответить на этот вопрос. Это, наверное, надо задать вопрос директору спортшколы нашему. Я точно не знаю количество детей, но то, что их много, это факт. Мы постоянно находимся на своей тренировочной базе, в этом году и игровой. Детей очень много. То, что их стало больше, это точно, я знаю, чем по сравнению с прошлыми годами. Хотел бы обратиться еще к Андрею, Сергею Васильеву. Расскажите, вы со скольки лет начали заниматься хоккеем? Кто из вас первый? Яси, Андрей. Насмущались ребята сразу. Давай, Андрей, ты в каком городе начал заниматься? Потому что тоже интересно, я думаю, нашим радиослушателям. Ну, я сам с Электросталя, у меня отец играл в хоккей, дедушка, поэтому у меня особо выбора не было. И вот в 7 лет меня отдали в хоккей. До 7 лет я занимаюсь спортом, хоккеем. А какие-то виды спорта еще пробовали? Сразу прямо душа, прямо на хоккей открылась? Бокс, прыжки, воду. В хоккее помогают боксы, прыжки, воду? Нет. Потому что все-таки иногда бывает в хоккее, да, и стычки бывают, силовые приемы все-таки. Как-то применять приходилось? Да нет. Так, следующий. А я, у меня отец отдал хоккей в 4 года. Получается, тоже жизнь так пораскидывал его. У меня занимался тоже хоккеем. И я за ним вместе, получается, ездил по разным городам. И в какой город ни приезжали, он меня все время в эту команду, в детскую, можно сказать, устраивал. 4 года, это не рано вставать на коньки уже? Да нет, в принципе, нормально было. Тогда можно было в это время уже научиться. Чем быстрее научишься кататься, тем легче будет. А первые свои хоккейные шаги в каком городе делал? Тереповце. Василий, рассказывай нам про себя. Ну, я начал заниматься 7 лет в городе Новокузнецке, хотя сам в пригороде жу 50 километров от Новокузнецка. И все, у меня интересная история. Это, как отец сидел с другом, отдыхали. И это, ну и друг предложил, у него тоже сын, друг предложил отдать нас на хоккей. И все. Но отец как бы согласился. И на следующий день мы поехали в Новокузнецк и отдали меня в спортшколу. То есть у тебя спортшкола Металлурга была, да, первая? А первый профессиональный клуб у тебя? Ну, тоже Металлург получается, да. В МХЛ. Мне вопрос всегда интересно, как вы в Ростове оказались, да? Не жалеете об этом? Все-таки для меня, например, я сам как не ростовчанин, для меня всегда было интересно, как на юге может быть хоккей, да? Ну, сейчас понятно, есть ХК Сочи, есть до этого Кубань был. Вас как-то не пугало, что на юге и хоккей там все-таки может быть и какая-то нелюбовь, наверное, на незнание этого вида спорта? Да нет, не пугало, мне как бы предложили, сказали, что хорошие условия, все хорошо, Ростов теплый город, как бы все нравится. И все, я приехал и ни капельки не пожалел об этом. Андрей? Ну, мне получилось так, что сначала тоже я не знал, что здесь хоккей есть в Ростове, потом позвонил ребят из команды, сказали, что открылась команда, приезжай, вот я здесь. И ни капельки не жалею об этом? Нет, вообще не жалею. А я напоминаю, что телефон прямого эфира 200 ровно 2519. Вы можете звонить и задавать свои вопросы нашим гостям. А, следующий вопрос, да, тогда, если нас звонков нет, Григорий Владимирович, так, к вам вопрос. Давайте еще раз, я понимаю, что, наверное, мы уже 101 по счету, но попробуем подвести итог 2017 года. Как сложился он для вас, как для главного тренера и для ваших подопечных? Какую оценку вы поставите своей команде за 2017 год? Ну, а что душой кривить? Ну, надо ставить пятерку, однозначно. Кубок выиграли, регулярный чемпионат выиграли, матч открытия выиграли. Ну, это уже было чуть раньше, в сезоне, но в целом, если брать год, то, наверное, так можно сказать. Поэтому, ну, только одни плюсы. Ну, вот этот сезон, как-то все равно у вас так, раскачиваетесь вы, да, потихонечку? Третье место заканчиваете? Не хотелось бы, наверное, третий месяц, не рассчитывали на это? Ну, знаете, что нас не убивают, делать нас сильнее. Это даже лучше, что так все идет, и я думаю, что есть над чем работать, делать какие-то выводы и стремиться дальше, расти. У нас есть телефонный звоночек, алло, мы вас слушаем, здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут, откуда вы нам звоните? Меня зовут Николай, я звоню вам из Ростова. Так, Николай, у вас, наверное, есть вопросы, я так понимаю, да, кому-то из наших сегодняшних гостей? У меня больше не вопрос, у меня больше пожелание, ну, даже не пожелание, а как бы уважение к ребятам, команде, к тренеру, ко всем людям, которые делают эту команду. Вы большие молодцы, это классно, что у нас есть такая команда. И хоккей на юге, да, это необычно, но это очень здоровская игра, которая, ну, это супер дело, и вы большие молодцы, с наступающим Новым Годом вас. Николай, мы вас тоже поздравляем с наступающим Новым Годом, а скажите, вы часто на хоккей ходите? Нет, я не часто хожу, но я как бы заразился им в различных командировках, когда бываю, хожу, стараюсь всегда, если есть возможность, если там, бываю, в Москве, в Питере, я всегда стараюсь идти на хоккей. Ну, и здесь, в Ростове, тоже иногда хожу, ну, не знаю, раз здесь был, наверное, ну, не так, чтобы прям фанат, фанат, вот, прям фанат, фанат. Спасибо большое, Николай. Спасибо большое, в следующем году обязательно приходите, потому что будет все самое интересное. Конечно, конечно. Спасибо вам с наступающим Новым Годом. ФМ на Дону Реклама 18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. Если в этот день вы будете далеко от дома, то сможете проголосовать на любом удобном для вас избирательном участке. Для этого заранее подайте заявление о включении вас в список избирателей по месту нахождения. Подробнее на сайте цикрф.ру Голосовать легко. Один из сильнейших гандбольных клубов Европы Ростов-Дон. Команда олимпийских чемпионов. В прошлом году мы взяли европейский кубок. В этом бьемся за трофеи Лиги чемпионов. Поддержи свои. Категория 0+. Областной Дон народного творчества представляет два удивительных новогодних спектакля по щучьему велению или чудеса по вашему хотению и три богатыря операция «Новый год». Билеты на кастер.ру и в кассе по адресу. Площадь Карла Маркса 5 дробь 1. Возрастная категория 0+. Новости шоу-бизнеса. Телефон рекламной службы ФМ на Дону 201-79-00 263-20-01 Мы знаем, что происходит в Ростовской области. Мы там, где новости. Все уже обсуждают на дом24.ру Категория 12+. Новости шоу-бизнеса. Самые интересные новости из мира российского шоу-бизнеса расскажем в четверг, пятницу и воскресенье. Категория 12+. Спортивная программа Спортсмены, тренеры и спортивные эксперты Теперь в четверг в 18 часов на ФМ на Дону. Категория 12+. Наши в эфире. Журавли, журавли Вы меня унесите Далеко от земли За собой позовите Наши в эфире. Я обычный человек За годом год летит мой век Наши в эфире. Надо мною сгустились тучи Я уже не надеюсь на случай И внутри чуть дыша Еле тлеет душа Наши в эфире. Я девчонка русская Бываю очень грустная Бываю развеселая Я девочка бедовая Наши в эфире. В эфире Большой информационный час Вопрос к нашим игрокам Андрей, Сергей и Василий А есть ли у вас семьи, дети, жены И как удается совмещать Семью и игру? С вашими постоянными разъездами Во время сезона Потому что вы дома-то бываете Вообще, наверное, пару дней Ну давайте Давай у вас начинать Да, у меня есть семья Я свою жену встретил у Ростова Есть дети Сыну старшему 3 года Было 5 декабря И дочь Ей 8 числа будет 8 месяцев Поздравляем А планируете, чтобы ваш сын Или даже дочь Пошла по вашим стопам И стала хоккеисткой Хоккеистами Ну да, планирую Сына хочу отдать В скором времени Ну поставил уже на коньки его В скором времени Хочу попробовать его В секции уже отдать хоккейную А дочь Более какую-нибудь женственную Ну точно не хоккей Нет Точно не хоккей Хочу или гимнастику Или фигурное катание Но если она не будет спрашивать Вашего желания Будет настаивать Папа, я хочу стать хоккеисткой Я скажу строго нет Женскому хоккею Да Я тоже его не понимаю Если честно Женский бокс У нас у Сережи А я вот наоборот Немного поддерживаю это Потому что у меня отец Тренер женской команды В Дмитрию Он тренирует торнадо Вот И Как бы Не знаю Насчет ребенка Отдам, не отдам К нему в команду Но вот пока Учу ее кататься Так С клюшечкой Чтобы умело обращаться Так что Я можно сказать Не против Женского хоккея Серега Ну ты даже по-моему Отец Я так понял Тренер же из сборной Да В России Да Женская национальная сборная И в Дмитрию тоже Он тренер Ну так вот Видите Как у нас люди играют Ну кстати У нас в прошлом году Была же хоккейная команда Дон Вась Ты по-моему Я видел тебя там Да Ты посмотрел И понял Что это точно Вернился Что это не то Ни в коем случае Свой дочь не отдам Женский хоккей Андрей Расскажи нам Про себя Про свою семью Но детей у меня пока нету Стою в отношениях Пока не женат А невеста Девушка из Гостова Да Отсюда Ну я хотел бы еще Сразу спросить Раз мы заговорили О детях И о том Отдавать их в хоккей Или нет Насколько сейчас Дорого обходится Амуниция Потому что многие говорят Что вот хотел бы Ребенка дать в хоккей Вот Но там все очень дорого Каски Крюшки Экипировка Насколько вот Все таки бьет по карману Ну если так взять Посчитать Ребенка Чтобы полностью Укомплектовать Мне кажется Это тысяч Тридцать Наверное Выйдет Это ему на год только Да экипировка Потому что он растет И ставит конди И все еще Для ребенка Мне кажется Года на два На три Ну смотря тоже Ну вот как он Быстро растет Потому что В этом возрасте Как бы форма Она еще сильно не убивается Как у взрослых Можно сказать Мужчин Потому что нам вот Например Коньков хватает На один сезон всего На следующий сезон Надо уже новые А детям Можно подольше Я вот как девушка Еще хотела бы спросить А то мне всегда Поражало то Что почему Вот такие вот Плечи большие Что там Одето под майкой Под джерси Да как сейчас модно говорить Да там одни мышцы У них У них Ничего Они Они Никакого нету Когда применяются Силовые приемы Действительно Вы падаете А лед И есть там Болевой шок Или все это защищается И что чаще Травмируется Ну я Даже не знаю Тут как бы Меня не надо Я уже старый Больной человек У меня все болит Все отваливается Как бы Вы же знаете Что спорт он лечит А профессиональный спорт он калечит Поэтому Тут все неоднозначно Ну какие травмы Понятное дело Какие-то ушибы Очень много ушибов Потому что Там и клюшкой могут ударить И шайба может прилететь Вот Ну соответственно Растяжение Переломы То есть комплект полностью весь И без зубов остаются То есть нормально Ну как Овечкин Да он до сих пор Без зубов Ну не один такой поверьте Не ну для меня такой Знаете Сразу говорят Хоккеист без зубов Сразу Овечкин А дорогие друзья Друзья 200 ровно 25-19 Хоккейный клуб Ростов Сегодня у нас в гостях Если у вас есть вопросы Задавайте Мы ждем с нетерпением Потому что ребята Готовы на них ответить А сколько у вас болельщиков Я знаю что много И девушек И детей То есть Все ли ходят Стоять даже на эту арену Привыкли сидеть Да много было болельщиков А сейчас с ареной не очень Да То есть Говорят стоячих мест много Приходят Все равно стоят Все матчи Ну да Когда были стоячие Вот у меня например Как бы жена С двумя детьми Тяжеловато ей было приходить Но она все равно Нет Нет Но выходила А сейчас с трибуны сделали Она в два матча Уже вот ходит Постоянно Ей нравится И сидушки И все И все хорошо А сколько там мест Сейчас в Айс-арене Что-то даже Григорьев Вы не считали Ну сейчас на данный момент Я думаю там Около Может быть Не знаю Двухсот наверное Ну после трех с половиной тысяч Дворца спорт Когда забег Ну планируется Я не знаю Насколько правдива Эта информация Планируется там У нас по-моему До пятисот человек Разместить Ребят Ну вопрос наверное банальный Да Все таки Непривычно так играть Да После дворца спорта Вась Вот ты помнишь Да В прошлом году Андрей Когда вот это вот Стадион гремел просто Да Финал И вот сейчас Вы на Айс-арене Где там 200 Там Ну 300 человек Да Все таки Не так-то Не такой ажиотаж У вас уже На матчах В любом случае Хочется сказать Спасибо болельщикам Что приходят Поддерживают Даже Те которые Ходят постоянно То есть Какой-то спектр Ходят в любом случае Приятно сказать Спасибо им Ну а поскольку Дворцовом спорта Да Там была Коциальная поддержка Там народ был Было там Поприятнее Чувствовалось Ну здесь знаешь Как говорим Здесь Свои минусы Свои плюсы Что касается Хоккейной составляющей К примеру Да То здесь одни плюсы В каком плане Что ребята Все время на месте Нету лишних переездов Со сказки Во дворец Да То есть Немножко больше времени У них на отдых Все на месте Все рядом К тому же Своя площадка То есть Они привыкли на ней Тренироваться Играть То есть домашние игры Реально домашние А не как у нас было Мы играем на площадке Одного размера Во дворце спорта Она больше То есть Ну это Что касается Именно хоккейного Ну огромный минус Понятное дело Это в первую очередь Конечно болельщики Вот о чем мы говорили Потому что колоссальная Поддержка от них Всегда исходила Поверьте мне Мы игр 5-6 Выигрывали только Потому что болельщики На этом шуме На этом шуме На этом драйве Да Это минимум Игр 5-6 Мы выигрывали только Благодаря им В сезоне Выезд у вас Барнаул Получается Нижний Тагил Это вы самолетом летаете А автобусом Самый дальний Какой у вас выезд Чем мы Сколько ехать на автобусе Чем мы Сутки Чуть больше даже Ребят чем занимаетесь Вот сутки в автобусе Ну поезд Поездом Там можно полежать Посидеть А в автобусе Там же только сидишь Вот чем он занимается Ребята Ну берем иногда С собой Рассказывайте Мне тоже интересно Послушать Почему тренер не знает Карты что еще Ну книжки читаем Карты играем Фильмы смотрим Всякие разные У нас там два телевизора Как бы Но все равно Да Когда вот долго сидишь Мышцы затекают Потом играть Долго восстанавливаетесь После такой Подъездки Поездки в Челны Да я думаю Что уже привыкли Как-то Мы располагаемся Кто как может Кто-то в спальных мешках Вообще спит в проходе Кто-то на четырех сиденьях Поэтому То есть и такое бывает В спальных мешках Да А кто у вас спит в спальных мешках Я вожу с собой спальный мешок Слажусь в проход И лежу там А там же никто не пройдет Тогда если кто-то лежит Я в конце сижу Автобус А В руках себе Дома просто Ребят Ну вот на ваш взгляд Какая команда Самая опасная В Эхэл Ну пусть вот даже Вот эти полсезона Ростов Не Ну ваш соперник Соперник Их не главный соперник Это они сами Поверьте мне Потому что Если Я им уже говорил Если они Возьмут себя в руки Возьмутся за голову И выйдут с тем С тем настроем И с тем желанием Как они могут и умеют Ну поверьте мне Очень тяжело будет нас обыграть Я не хочу сказать Что у нас нет соперников Есть очень достойные Хорошие команды У нас в лиге Да К примеру Тамбов с Мордовией Но Если они будут играть Как они могут То нам по силам Любая команда В этой лиге Мы заговорили о Мордовии Расскажите Что не получилось В последней игре В последней игре Самое основное Это наверное Реализация наших моментов Если бы мы забили Хотя бы Хотя бы Одну Не знаю Одну четвертую тех моментов Которые мы создали Совершенно по другому Было бы все сложилось И все таки Наверное Неудачная Неудачная игра Нашего Голкипера А скажите Травма у Алексея Прохорова Недавно была Серьезная ли она И напомните Нашим радиослушателям Как он ее получил Ну это было Это было столкновение На борту Его толкнули на борт С очень близкого расстояния Он ударился лицом Ну ничего страшного Там на самом деле Не произошло Просто сильный ушиб получил Скажем так С маленьким фингалом Остался так что Нормально Вот у нас появился Самый главный человек Хоккейного клуба Ростов Вот теперь у нас Роберт у нас куча вопросов К вам просто знаете Пока мы ребят не стали Такие есть организационные вопросы На которые может ответить Только президент клуба Я напоминаю У нас в гостях сейчас Президент клуба Хоккейного клуба Ростов Роберт Оскучинск Здравствуйте Роберт Добрый день Такой вопрос вот назревает у нас Не хватает Ростову Настоящей хоккейной ледовой арены Вообще какие-то работы ведутся По этому поводу Разговоров много Вот хотелось бы от вас услышать Вот стоит нам ждать В ближайшие там 3-4-5 лет А все-таки будет хоккейная арена В Ростове Ну вы знаете На самом деле До сих пор Вот как и вы говорите Что слухов много ходит И так и мы тоже Не имеем на сегодняшний день Полной картины Будет ли арена Будет ли она строиться В ближайшее время Разговоров много Но конкретно Мы об этом ничего не знаем То есть пока Как говорится Всем настраиваться На Айс-арену Да И там ходить Тогда вопрос следующий Сколько будет мест на Айс-арене Ну на сегодняшний день Сдана как бы площадка Я только вот приехал С Айс-ареной буквально 10 минут назад Вот На сегодняшний момент У нас получается 450 посадочных мест Которые сдали нам сегодня Вот поэтому Единственное Что на сегодняшний момент Будет вот такая пока у нас Пока да А расширение Не планируется Может до 1000 До 2000 Позволяет конструкции Вообще Айс-арены Нет Конструкция не позволяет К сожалению Большому Поэтому пока то Что есть Только есть Чтобы сохранить хоть что-то Как-то Поэтому мы это Сделали все силы Как бы и Правительство Ростовской области Помогло нам в этом Как бы выделило Финансы Для того чтобы это все Вот построить Поэтому пока вот такая История у нас Вот вы единственный Частный клуб Лиги Как-то местные власти Вам помогают? Безусловно Без поддержки Министерства спорта И правительства Ростовской области Клубы не могут существовать Потому что За счет Государственного Частного партнерства Как раз таки Клуб существует Потому что Финансовые позиции Конечно На сегодняшний момент Это профессиональный клуб Это безусловно Конечно Большие деньги Поэтому Без поддержки области Без вариантов Давайте тогда Григорий Владимирович Подвел итоги сезона Уже 2017 Как главный тренер Вы как президент Подведете итоги нам 2017 года Где что не получилось Где что-то Может не ожидали Но получилось Ну я думаю Что у нас старт был Не очень Как бы там Прогноз был Как бы немножко Другой Стартанули Я считаю Как бы не очень Первых играх Первых десяти турах Да После этого Как бы начали Потихоньку выравниваться Вот На сегодняшний момент Как бы все же Мы в тройке лидеров Довольно С большим отрывом От четвертого места Вот К сожалению Сыграли последнюю Как бы Игру Неудачно Да Могли как бы В принципе Занять первое место Ну Спорт это и спорт Поэтому В принципе Пока как бы Задачи выполняются Я считаю Целиком Поэтому Пока идем Нормально Я считаю На этот сезон Какую задачу Ставите вы перед командой Призовые места Призовые места По любому Финалу Ну то есть Кубок Обязательно Только Это первое место Тогда главному тренеру Григорий Владимирович Вы сказали Что главные соперники Ребята Это они сами Да Часто вам приходится Ребятам это говорить Во время игр В раздевалках Как-то настраивать Потому что Вы видите Что глаза горят Что они могут Да А в итоге На лед выходит Не получается Ну да постоянно Каждую игру Какие нужные слова Ты говорите Ну здесь 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 Зависит от ситуации Зависит от ситуации Ну Если вы Мимекаете на то Что ругаюсь Либо там матом Громко Да Мат нет Просто громко Например Да там Да постоянно Ну а как по-другому Надо же иногда Все-таки То что Ну видно Иногда Как бы Вроде все понимают Все адекватные ребята Все у них Да да Готов готов Выходит Но видно Что все равно Не то Не то Не горят Я уже говорил Много раз У нас Команда Я не знаю Это хорошо Или плохо Но у нас команда Она команда Драйва И если они заведутся Я уже говорил И повторюсь Еще раз Ну тяжело У нас будет Обыграть вообще Любому сопернику Но им для этого Надо заводиться Самим Понятное дело Мы пытаемся Найти нужные Какие-то слова Да Что-то подсказать Где-то на кого-то Прикрикнуть Может быть даже Очень жесткой Форме Ну Они профессионалы Они должны Сами Сами настраиваться На эти игры Тогда только Будет толк Вспомните Какой-нибудь матч Такой Который самый сложный Например Да Вопрос перефразирую Самый сложный Матч В этом году Который Приходилось Приходилось Зайти Крикнуть Раздевалку Они вышли И выиграли Наверное В челнах Вторая игра Там все Тренерскую Психологию Пришлось Да Применить Там уже Применялось Все что Нужно Поверьте Мне Ну Молодцы Молодцы Вышли И сделали Дело Ребят Для вас Тогда вопрос К вам Тогда Какой самый Сложный Матч Можно В прошлом Сезоне Да Например Финал Да С Славутичем Просто У меня У самого Нервы Зашкаливали Либо Может В этом Сезоне Таранск Не Мне вспоминается Самый Сложный Матч Это Был Когда Еще Чемпионат РХЛ Мы Играли Как Кстати На Ис Арене С Мордовией В полуфинале Пятый Матч Вот Это Был Для Меня Самый Сложный Самый Наверное В моей Карьере Даже То есть Ты только Вадим Запомнился А вот Не в этом Сезоне Не в прошлом Такого Не было Я все Так Думал Ты скажешь Наверное Финальный Матч Решающий С Славутичем Потому Что он Самый Такой Эмоциональный Получился У вас Потому Что Знали Что Победа И Сразу Счет Серии 4-1 Кубок Наш И т.д И т.п. Я тебе Скажу Так Знаешь Почему Но У них Все-таки Было право На ошибку У них Еще было Право На ошибку Потому Что Проиграв По эту Игру Мы бы Уехали Обратно В Смоленск И серия Бы продолжилась Если бы Это был Последний Матч Седьмой Матч К примеру Тогда Другое Дело Я понимаю Что мы Говорили Об этом Не думать Ни в коем Случше Надо выходить И выиграть Но все равно Поверение В подсознании Где-то Это сидело Поэтому Может быть Поэтому Не делать Потому Что Все же На это Есть Тренера И команда Поэтому Ребята Профессионалы Но Иногда Это Бывает В какой-то Момент Хочется Зайти Или На скамейку Подбежать Особенно Когда Проигрываем Конечно Хочется Заходить Каждые Пять минут А Сидя на Трибуне Что Чувствует Президент Какие Эмоции Когда Команда Проигрывает Я Хоть Проигрывает Хоть Выигрывает Конечно Ты Находишь В игре Потому Что Считаю Что Тренеру Людям Которые Руководят Любым Клубом Им Намного Сложнее Чем Игрокам На Поле Вопрос Хоккеистам Вы Уже Придумали Купили Подарок Вашему Тренеру Президенту Расскройте Секрет Что Это Будет Не Расскажут Не Расскроют Ну Тогда Вопрос Также К Роберту Что Вы Уже Приготовили Своим Подопечным Да Нет Ну Пока Как Вы Знаете Ну Да Премия Конечно Это Лучший Подарок Для Всех Но Мы Стараемся Чтобы Это Все Выполнялось Вовремя Хотя Бывают Конечно Какие Определенные Моменты Но Я Думаю Что Сейчас Такое Время Поэтому Думаю Наши Задачи Которые Поставили Мы Будем Выполнять Перед Ребятами Поэтому Что Все Касается Самый Лучший Подарок Это Конечно Победа Потому Что Мы Граем Только Для Победы Для Наших Зрителей Чтобы Все Были Довольны Счастливы И Всем Было Комфортно На следующий Год С Хорошими Впечатлениями Вот Вадим Агейф Это Ваш Новичок Уже У него Хорошие Результаты Расскажите О нем Это Мальчик Он Воспитан Крипецкого Хоккея Мы Его Уже Привлекали К нам В клуб В прошлом Сезоне Он У нас Прошел С нами Предсезон У У У Был Еще Возможность Поиграть За Команду МХЛ Вернуться Играть За Команду МХЛ Это Был Не Прошлым Позапрошлым Сезон Я Извиняюсь В прошлом Сезоне Он Провел Весь Сезон За Команду Буран Воронежский Он Провел Неплохой Сезон Для Новичка Это Был Дебютный Сезон Воронеже Я Не могу Точно Сказать По Статистике Сейчас Я Не Помню Неплохой У него Получился Сезон И Немножко Не сложилось Там Свои Моменты Очень Тяжелая Ситуация В Буране В этом Сезоне Происходила Перетрубаться Больших Игроков Пошла И тренер Тренерский Состав Там Был Уволен В середине Сезона Так Получилось Что он Остался Без Команду В определенный Момент И У нас Была Возможность Его Привлечь Мы Привлекли Начал Неплохо Неплохо Но Немножко Сейчас У него Какой-то Может быть Спадник Пошел Ну Парень У него Очень Большие Возможности И Надо Просто С ним Немножко Поработать Да Потенциал У него Очень Большую Голову В порядок Привести Я думаю Нормально Будет 200 Ровно 25 19 У нас Остается Совсем Немного Времени Есть Вопрос Вот Есть Один Вопросик От Марии Григорий Радынович Наверное К вам Все Вопрос Звучит Он Так Подскажите Почему В проигрыше Тренер Обвиняет Горелова Хотя Оба Вратаря Пропустили Одинаковое Количество Шайб Я Ни в коем Случа Не обвинял Горелова Я Просто Сказал Что Неудачно Сыграл Вот И Все По Какому Принципу Вратари Выбираете На матче Ну У нас Так Сложилось Что Они Начинали У нас Играть Через Раз То По По Игре Потом В какой-то Момент Я Почувствовал Что Егор Немножко Посильнее Смотрится Сергея И Начал Егору Давать Играть По Две Игры Вот У нас Вообще Намечается Спад Небольшой Да Сережа Как Поэтому Но Я Уже Сказал Что Как Я У Сергея Спрашивал Готов Он Играть Не Готов Он Искал Что Он Готов Играть Вот Мы Поставили На Игру Не Получилось Но Опять же Повторюсь Я Никогда Я В Рокаре Никогда Не Обвинял И Такого Не Было Я Просто Сказал Что Неудачно Сыграл Коварный Вопрос К ребятам Хоккеистам Нас Из Ватсап Задает Нарушаете Лего Режим Новогодние Праздники Коварный Я Знаю Тренер Тренер Президентов Тяжело Сказать Ответить Больше Съесть Ну да Не алкоголь Нет Не Минералки Ну что Чуть Амирного Съесть Ну а как Наши жены Для нас Стараются Приготовить Красивый И вкусный Стол Придется Немного Нарушить А потом Можно сказать Тренер Хорошими Упражнениями На льду Все из нас Это выгонит Еще один вопрос Из ватсапа Наверное Теперь уже К президенту Клуба Роберт Вот наши Радиослушатели Спрашивают Планируется ли Нумерация Мест на Айс-арене Да Безусловно Конечно Вот у нас Просто Эти две игры Которые были Мы просто Хотя бы Ну как бы Более комфортно Чтобы люди Которые у нас В течении Практически Трех месяцев Стояли Чтобы запустить В тестовом режиме Ну допустили Чтобы они находились Просто Комфортно сидели Но без Номерков Сейчас наверное Это все будет Пронумеровано Будут сектора То есть это уже После нового года Будет найден порядок И уже конечно Будут безусловно Продаваться билеты Как полагается Стоимость билетов Можно озвучить Уже Знаете На следующем Пока Еще нет Досконального Решения По этому вопросу Но думаю В пределах Там где-то 350 до 500 рублей В зависимости от сектора А есть ли У Ростова Шанс Сыграть С ССК С Динамо То есть Финансы Возможно Взять Чтобы все-таки Выбиться В более высшую лигу Ну есть Как бы Две основные Как бы Вещи Которые Критерии По этим всем Первое Это должна быть Арена Соответствующего Регламента Чтобы Чтобы играть В континентальной Хоккейной Лиге Там Минимум Должно Быть 4500 Посадочных Мест Стадион Первое Ну и вторая Ситуация Это Финансовая База А на сегодняшний момент Нет вещей Которые Нельзя создать Поэтому Все в наших Руках И В руках Наших Руководителей Области Поэтому Все возможно Григорий Владимирович Вот Процесс Комплектования Команды Вы всегда говорили Идет В течение Сезона Да вот Многие болельщики Говорят Что команда Уже укомплектована Вы как считаете Будут еще Усиления Позиции у нас Я всегда говорил И повторюсь У нас идет Постоянный Процесс Укомплектования До последнего Заявочного Периода Ребята Должны это Понимать Они Знают свою работу Прекрасно И они знают Что Если они будут показывать Что лучше хоккей Они будут лучше Тех ребят Которых мы будем привлекать Но они просто останутся Без работы Это жизнь И тут никуда не денешься И если Мы привлекем Каких-то ребят Которые будут сильнее Сильнее играть в хоккей Во всех компонентах Ну тогда мы будем Что-то думать И принимать решения Ну а наши радиостанции Вас поздравляет И назвала вас Открытие года И хотим вам Вручить Вот такой диплом Именно от нас Такая первая премия Первое награждение Для вас Спасибо большое Это президенту Спасибо большое Самое почетное место Пускай у нас в кабинете Займет Там каждый будет заходить Кому-то Вот мы открытие года На радио Спасибо вам огромное Спасибо Но мы в свою очередь Тоже хотим сказать Что будем стараться Чтобы мы победили Доставили удовольствие Как бы нашим Всем зрителям Ну и читателям Все остальное Так что всех С наступающим Новым годом Спасибо огромное вам Мы вам желаем Что в следующем году Ребята Вы взяли Опять Кубок Федерации Не отдавайте его Пожалуйста никому Всегда оставляйте его У себя Потому что Это так приятно нам Спасибо большое Спасибо большое Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok